Приветствовать! Как всегда, традиционно по понедельникам. И как всегда, по традиции, мне хочется начать с поздравлений тех, кто за этот период сделал карьерные шаги. И вы видите Сильвермастеров. Есть у нас сегодня 4 Сильвермастера. И это Сайлык-Кангар, город Кызыл, Россия. Это Ирина Белёва из Пельми. И это Ольга Козырава, Гродно, Белоруссия. И Александр Курасов, Хабаровск, Россия. Первый шаг, он всегда самый сложный, самый трудный. Но в то же время он самый важный. Потому что за ним, конечно, обязательно последует и второй, и третий. И каждый раз всё будет получаться лучше. Ну вот на золотой ступени мастеров сегодня Татьяна Лужбина из Москвы. И мы её поздравляем от всей души. В общем, всего самого наилучшего. И двигаться вперёд быстрее на третью ступень. Сегодня на ней расположился партнёр из Японии, город Канагава, Ничиэ Кандоу. И мы, конечно, рады за японскую дружную команду. Там тоже растут мастера и директора. И вообще молодцы, поскольку им гораздо сложнее, чем всем остальным работать на чужом языке. Но вот и Даймонд Мастер сегодня, которого поздравляли уже несколько дней с этой заслуженной победой. Он закрывает раздел мастеров сегодня и открывает дверь в директорскую команду. Потому что директора всегда начинают особенно пристально работать, особенно в тесной связке с теми, кто поднялся на ступеньку Даймонд Мастеров. Конечно, и директора, и президенты. И это понятно, что это серьёзная заявка на успех. Вот это Сергей Печорец, вы его видите на фото из города Гродно. Расскажет нам о нём сегодня Наталья Иванова из города Алекси. Команда Ольги Храмовой. Дорогие друзья, я хочу написать несколько слов о партнёре из моей команды, Сергея Печорец, который на этой неделе закрыл карьерный статус Даймонд Мастер. Серёжа очень эрудированный и интересный человек. Работает он видеооператором на телестудии. Но это работа, которой он уделяет пока ещё много времени, не приносит ему того достатка, о котором он мечтает, а только позволяет жить от зарплаты до зарплаты. У нашего Сергея большие цели, поэтому сегодня он здесь вместе с нами строит своё будущее. С лёгкой руки Сергея успешно прошёл стартап «Года в Гродно». Большое мероприятие в Минске, на котором Эдуард Витько представлял нашу компанию. Прошли встречи с замечательными людьми, которые дали результат для нашего бизнеса. Я знаю, сколько трудностей и разочарований было на его пути, но он их преодолел. И сегодня мы все поздравляем его с огромной победой. Сергей, ты знаешь, что мы, твоя команда и спонсоры всегда верили в тебя и знали, что у тебя всё получится. Сегодня твоя команда активно работает. Вы проводите много встреч, подписываете крупных инвесторов, выигрываете призы в лотерее. Я желаю тебе и твоей команде ещё больших побед и огромных доходов. Пусть твоя команда пополнится яркими лидерами. Ждём тебя в директорской команде. Счастья тебе, здоровья, любви и достижения всех целей. Ну что ж, мы тоже от всей души поздравляем Сергея и желаем ему, конечно, большого взлёта. И хочу перейти к новостям, которые прошли на этой неделе. Рассказать вам о событии, которое прошло в Перми. Его идейный вдохновитель, организатор и лидер группы Елена Герпеш прислала нам такой мини-отчёт. Вот и завершилось незабываемое пребывание на Пермской земле наших соседей из Екатеринбурга. Топ-лидера компании «Даймонд» и директор Зои Самонова и её сыновей Александра и Антона Пиловар. Нам очень повезло, что после мероприятия в Уфе, в воскресенье, они заехали к нам, чтобы поделиться своим многолетним опытом и самыми последними новостями компании. Александр провёл презентацию и погрузил всех присутствующих в фантастический мир будущего, который в ближайшее время станет реальностью для каждого пользователя Джампуни. Волшебники-боты будут помогать нам делать покупки и оплачивать их в криптовалюте. А всем, кто имеет криптовалюту, боты будут помогать получать прибыль. Искусственный интеллект предложит то, что именно сегодня нам необходимо. И всё это будет под надёжной защитой блокчейн-технологий. Зоя показала, насколько надёжен наш проект благодаря нашему руководству и сотрудничеству с всемирно известными компаниями. И как мало осталось времени для того, чтобы запастись максимально большим пакетом акций. Чтобы потом, когда акции закончатся, не сожалеть о пропущенной возможности создать фамильный капитал. Зал на 200 мест был забит до отказа. Сколько восторженных отзывов было после их выступления. Вы не представляете, после встречи подходили гости, которые уже не первый раз слышали информацию о нашем проекте. И все в один голос повторяли, что они смогли другими глазами взглянуть на проект и оценить его уникальность и грандиозность. А некоторые уже просили реферальный код подключения к новому сервису Richland для торговли криптовалютой по точным сигналам. Три с половиной часа пролетели как один ник, потому что было очень интересно и познавательно. Такой обмен опытом и знаниями между городами нужно проводить постоянно. Он очень полезен. От имени всех наших партнеров я выражаю благодарность Зое и ее замечательным сыновьям за такую бескорыстную помощь нашей команде, за подъем товароборота и рост доходов и акций у наших партнеров в ближайшее время. Мы поздравляем пермскую команду с огромными результатами, с событием, с новым стартом. Я думаю, что сейчас подъем пойдет и команда пополнит свои портфели акциями новыми. Ну и, конечно, призы еще успеет получить, поскольку розыгрыш идет в полном разгаре. И вот, смотрите, презентация в Уфе. Васигас Садардинова прислала нам отзыв о том, как она прошла. Добрый день, дорогие партнеры. Хочу поделиться с вами радостным событием. К нам в Уфу приехали очень дорогие, любимые, верхние спонсоры. Зоя Самонова, Александр и Антон Пилова. Их приезд мы ждали с нетерпением. Кстати, коллеги, как приятно, что у нас семейный бизнес. Да, вот очень сильно развит в нашем проекте. Их приезд ждали с нетерпением. Мы давно знаем Зою и гордимся, что у нас такой мощный и очень надежный наставник, к которому можно обратиться с любым вопросом. Встреча, которую провели для нас наши наставники, прошла в очень взволнованной атмосфере. Мест не хватило. И люди долго не могли устроиться. Тем не менее, это никого не огорчило. На встрече говорилось об очень значимых для каждого вещах. О том, как создать для себя и своей семьи фамильный капитал. Беспрецедентных возможностей, которые дает наша компания. Александр Пивовар не только лидер в высоком статусе, но еще и высококлассный специалист в сфере IT-технологий. Простым и понятным языком он донес до каждого зали, даже до обычных пенсионеров, далеких от этой области, казалось бы, сложнейшие понятия, такие как блокчейн, маркетспейс, криптовалюта, кэшбэк-сервис и многое другое. Люди задавали большое количество вопросов, на которые были даны очень точные и понятные обстоятельные ответы. Выступление Зои Сергеевны, как всегда, отличалось искренностью, честностью и простотой. На своем личном примере она показывала, какого высокого положения и потрясающих успехов может добиться каждый человек, который поставил перед собой четкую цель и идет к ней, не сворачивая, не сдаваясь до самого победного конца. Я думаю, каждый в зале почувствовал, какая волна позитивных эмоций, энтузиазма исходит от этого потрясающего человека и заразился этим. Ведь Зоя Сергеевна замечательный мотиватор успеха. Такие встречи очень нужны. Они показывают партнерам, как надо работать, а гостям четко и понятно представляют возможность нашего проекта. Спасибо вам, Зоя Сергеевна. Мы любим вас, нетерпением ждем следующей встречи. Мы будем стараться изо всех сил, чтобы продвигать наше дорогое дитя, наш любимый мессенджер. Коллеги, отвлекусь на минуту, здесь вот в чате пишут вопросы. Любой вопрос абсолютно вы можете задать через нашу тикетную систему. Работает наша служба поддержки 24 часа в сутки. И каждый вопрос абсолютно однозначно получает свой ответ. Ну и вот она семья. Вот они герои этого месяца. Лидеры, которые проехали столько городов, столько провели потрясающих событий, столько восторженных. Мы зачитали уже разных отзывов из всех мест, где они побывали. И вот что они пишут. Друзья, радостно читать ваши отклики, а еще круче видеть результат нашей совместной работы. Состояние мощного подъема и причастности к великому у меня возникло после знакомства с White Paper Market Space. Хотя я многого не понимала, но чувствовала. А когда нам удалось провести целый вечер с нашими учредителями на Шри-Ланке, в очень тесном кругу, где мы шутили, вспоминали разные моменты, задавали наболевшие вопросы, у меня все сложилось, пазлы сошлись. По прилету домой меня очень порадовал сын Александр. Он по крупицам разобрал весь ВП. У него был такой восторг, такая гордость за то, что сотворили и еще сотворят наши администрации, инженеры-разработчики и мы с вами. И у нас с ним возникла идея поделиться этими знаниями и эмоциями со всей командой Джимфоми. Сначала мы поделились со своими партнерами города Ижевска и Кирова. Мы увидели результат не только на словах и на деле. Команда Татьяны Наумовой тоже сделала перезагрузку, понимая понимание нашего проекта. В Екатеринбурге собрались партнеры с регионов, долго не расходились, тут же намечали совместные встречи и работу. Тем не менее, осторожно, но с большой надеждой в глазах встретила нас. После события очень порадовала реакция. Незнакомые люди подходили и благодарили, ведь они даже не предполагали, насколько серьезны наши партнеры, которые создают Джимфоми и сотрудничают с нашей компанией. Совет директоров просто вырос в своих глазах, и доли сомнений не осталось в их действиях. Уфа и Пермь приняла эстафету в последние выходные. Реакция залов после встреч в обоих городах была восторженной. Нас долго не отпускали. Звучали и вопросы, и пожелания. И все в один голос спрашивали, когда будет следующая встреча. Спасибо всем организаторам событий. Надежде Сукневой, Нине Сухенко, Фамиту Садырдиновой, Резиде Слободиной, Гирь Елене и ее команде. И, конечно, Эдуарду Витьков, вдохновителю этого тура. Сейчас мы с вами просто обязаны покорить наш СД взрывным товарооборотом. Мы обязательно приедем к вам снова. От нашего тесного взаимодействия выиграем мы все, и наш проект станет только сильнее, мощнее и грандиознее. И, конечно, вы знаете, вот честно хочу сказать, настоящие лидеры – это те, кого не просят, не уговаривают, не посылают куда-то в командировку. Это те, кто берут на себя инициативу, понимая, насколько важно донести каждому человеку то понимание, ту глубокую суть, которая есть в сердце у лидеров и у тех, кто уже разобрался. И я уверена, что турне семьи Зои Самоновой, семьи Самоновых пивовар подхватят и другие лидеры. Сейчас весна, и все пробуждается, и поэтому весь этот подъем, который сейчас задали уже эти герои турне, конечно же, уверена, что сейчас это все подхватят и другие. Но я точно знаю, что вот уже отзывы есть о презентации в Павлодаре, куда в срочном порядке перелетела Ольга Храмова. Это Казахстан. Она писала нам отзыв Дометр Нурумова. В нашем Павлодаре прошла чудесная встреча с нашим наставником Ольгой Храмовой, которая произвела необычайное впечатление на каждого из нас. Своим обаянием, положительной энергетикой, знанием своего дела она позволила нам прикоснуться к своим мечтам. Ольга провела с нами тренинги из школы, ответила на все вопросы, рассказала о технологиях будущего и настоящего, которые внедряются в наш мессенджер Gem4Me, о том, как можно заработать деньги здесь и сейчас. Мероприятие очень воодушевило всех присутствующих и стало хорошей мотивацией для нас. Мы благодарим Ольгу за ее помощь и поддержку. Мы готовы двигаться дальше, продвигать наш проект, увеличивать свои пакеты акций, пока такая возможность еще есть. Ну вот видите, поднялся Казахстан. Павлодар, начало отчета, дальше, я уверена, будем читать отзывы из других мест. Ну а вот смотрите, что написала Ольга. Впечатления. Друзья, спешу рассказать вам о том, как состоялась моя первая поездка в Казахстан. В Астане после проведения встреч мы с партнерами посетили Байтерек. Это энергетически очень сильное место. Здесь мы все отправили во вселенную желания, относящиеся к нашему любимому джинфу. Как говорят в Казахстане, все, что загадано в Байтерек, 100% исполнится. Затем мы переехали в город Павлодар, где провели несколько презентаций школ с партнерами. И это турне было очень значимым. Оно оказалось стартовым, так как мы поняли, что у большинства партнеров нет компьютеров, и, соответственно, они не владеют всей информацией о нашем проекте. Они просто не знали всех преимуществ, и не понимали до конца, в каком проекте они находятся. Люди жадно слушали информацию, впитывали каждое мое слово. Они с искренним интересом задавали, задавали и задавали вопросы. Как же было приятно видеть восторг во глазах, когда они поняли всю мы с джинфу-ми и свою причастность к этому проекту. Теперь я точно знаю, что движение в городе пойдет. Начало положено. Мы определили планы на дальнейшее сотрудничество. На днях будет открыт офис в Павлодаре, и команда приступает к активным действиям. Я искренне благодарю команду Павлодара за казахское гостеприимство. Огромных успехов всем и процветания джинфу-ми. Мы вас поддержим и поможем. Вы знаете, почему мы знакомим вас с такими отзывами? Чтобы вы поняли, насколько много у нас лидеров, насколько много мероприятий, офисов, презентаций, которые проходят везде. Мы постоянно показываем вам вот эту географию по всему миру, где идут события. И те, кто боится присоединяться, потому что у них не получится, вы должны понять, что… или вы должны передать им то, что получится у всех абсолютно. Потому что спонсоры прилетят в любые городки, в любые поселки, дотянутся на любом расстоянии, если они увидят горящие глаза, увидят людей, которые хотят работать, хотят менять свою жизнь, хотят достигать целей. Главное, это чтобы было хотя бы несколько человек в таком городе, и дальше, вы видите, залы огромные будут подниматься, офисы открываться. И у нас все впереди. Я вам всегда советую после таких мероприятий запланировать мероприятие любое в своем городе, сообщить об этом спонсору и начать работать на него, поставить четкие цели и достигать их вместе со спонсором. Ну вот, наверное, на этом можно было бы, конечно, и закончить, но, как всегда, у меня есть миссия, которая связана с работой благотворительного фонда. И вы знаете, что мы с вами все вместе его открыли, создали. Он называется «Поможем всем мирам», а помогаем мы всем людям, которые оказались в трудной ситуации. Вот смотрите, «Любовь Безбородова», «Без слез» вообще невозможно читать, потому что, ну, вы знаете, бывает так, что, ну, все, что не только возможно, валится на одного человека. И очень важно, чтобы он был в этот момент не один. Уважаемый совет директоров, дорогие партнеры Джимфу Ми, от всей души хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на беду, которая случилась в семье нашего партнера «Безбородовая любовь». У нее скоропостижно умер сын, который также являлся нашим партнером. Ну и, конечно, мы пришли на помощь, наши лидеры откликнулись и написали теплые слова, и перевели средства. Но у «Любови» сейчас очень тяжелое состояние здоровья, и смерть сына еще более усугубила имеющуюся проблему. Из-за тяжелого материального положения она потеряла надежду на получение должного лечения и скорейшего восстановления. Она сама не сможет справиться и собрать необходимую на лечение сумму. Мы вам рассказываем всегда о людях, которые к нам обратились, а вы, каждый, должны понять, что маленькая, очень маленькая, крошечная сумма, но от каждого партнера она сможет полностью, кардинально изменить жизнь людей. Она может подарить им надежду, она может быть вот тем лучом света, который позволит подняться с колен и сказать «Жизнь продолжается». И, конечно, спонсоры заранее выражают всем партнерам благодарность каждому, кто найдет возможность помочь и морально, и материально, и найдет добрые слова поддержки для «Любови», написала обращение Раиса Землянская, спонсор. Вы можете и на карту переводить, и через бизнес-центр, и просто написать человеку слова поддержки. И еще одно письмо, очень такое, да, тоже тяжелое, но я уже, думаю, вам рассказывала об этом человеке. В нашей московской группе случилась большая беда, скоропостижно скончался очень хороший человек и партнер, Мухин Борис Серафимович, который был главой семьи, и на нем все держалось в семье. И он был таким порядочным, отзывчивым человеком, что молчать об этом просто нельзя. Он тяжело переживал за судьбу своей внучки, которая длительное время находилась в больнице с серьезным заболеванием. И желание помочь семье и вылечить внучку привели его в нашу команду. Борис Серафимович много работал, несмотря на возраст. Однажды, вернувшись домой, он скоропостижно скончался на руках жены Галины. Ну и вот, не дождавшись приезда скорой помощи, он умер. Галина Петровна не могла пережить, заболела, тоже госпитализирована. И, в общем, сейчас все только на нашей помощи. Держится и внучка, и Галина Петровна, и вся семья. Поэтому, конечно, продолжаем сбор. Обращаемся ко всем партнерам, которые считают, что, может быть, у них тоже не все еще шоколадно. Но проведите вот эту параллель и подумайте, сейчас любая помощь, даже доброе слово, в этой семье является решающим. И к нам обратилась Татьяна Мельситова, собрала документы. И вот мы это обращение вам зачитываем. Есть карта, есть возможность переводить и напрямую, и из бизнес-центра. А я вам хочу напомнить, коллеги, вы знаете, почему все-таки однажды мы приняли решение заниматься благотворительностью? Просто когда-то мы себе спросили, ну если не мы, то кто же? Кто же будет поддерживать тех, кому трудно? И вместе мы можем не только достать звезды, мы можем сделать, превратить темную-темную беду в светлое царство улыбок и надежд. Поэтому давайте продолжать эту работу, несмотря на то, что она сложная, и в общем-то с бизнесом она как-то никак совершенно не вяжется, казалось бы, да. Но вот есть такая душевная работа, которую мы делаем все вместе, всем миром. Не забывайте о том, что мы автоматически можем выставить отчисления и из кабинета прямо пополнять кассу фонда, чтобы всегда была возможность тут же в момент обращения взять и перевести партнерам какую-то сумму денег. А нужную им вообще сумму денег. И мы всегда отчеты публикуем на блоге, пожалуйста, смотрите, пишите там отзывы, пишите там слова поддержки людям, мы обязательно все это передаем. Вам спасибо, я передаю слово Александру Брониславовичу, знаю, вы его ждете с новостями, и, конечно же, он будет сейчас проводить лотерею, однозначно, которой все ждут. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!